Всем привет! Сегодня начинается день, о котором мы мечтали и долго его ждали. Сегодня мы идем на 1.4 финала Евро 2020. Мы идем в 2021 году, потому что сами знаете что. Так что буду вам показывать наш день из Евро 2020. Мы зашли пообедать в ресторан Хачо и Пурия. Если будете в Питере, то обязательно посетите это место, так как здесь очень вкусная кухня и красивый интерьер. Метро в Питере мне, если честно, напоминает очень сильно киевское метро. Оно похоже очень сильно, здесь есть реклама в отличие от Москвы и также поезда здесь ходят реже. Мы движемся вот сюда. Мы перед футболом решили заехать в футбольную деревню Евро 2020, посмотреть как нам все обустроено, возможно купить каких-то сувениров. Так что сейчас все посмотрим и конечно же покажу все вам. Мы пришли в эту деревню, нас всех обсмотрели. Сейчас буду показывать, что есть. Впервые вижу туалет, автобус. Смешно. Ну и куда же без заборов? В России без заборов невозможно. Идем по транзитному переходу окружены заборами. За одной и увидели храм спасаной крови. Он конечно весь в ремонте, как обычно, как всегда. Но красиво. Здесь аллейка из магнитов. Но все по всему они здесь стоят очень дорого. Всякие матрешки. Вот такая там подобная. Интересно. Мы уже погуляли по центру и приближаемся. Едем на метро к стадиону. И всем у кого билет и фанайд, транспорт бесплатный в день матча. Так что вот так вот. Мы уже прибыли на стадион и теперь пытаемся найти наш ход, чтобы пройти на стадион. Поэтому буду вам все показывать. Чтобы попасть на футбол и иностранцам заехать в Россию дается такой фанайд. Ход только по нему и по билету на стадион. Так что вот так вот ходим здесь все с такими фанайд интересными. Заборы, кругом одни заборы, заборы, кругом одни заборы. Ну что, осмотр мы прошли. Обсмотрели нас полностью. Теперь движемся уже на стадион. Так что вот так вот. Но досмотр прям был серьезный, такой капитальный. Досмотрели все. Все зарядки, все наушники, все-все-все. Через пивку все хотят пива. Ну что, мы уже на стадионе. Сейчас покажу вам все, как здесь устроено. Ну и я сегодня болею за Швейцарию. Посмотрим картинку. Ну что, первый тайм 21. Идет пока что Испания. Посмотрим, что будет дальше. Все, матч закончился. Мы едем домой в Зомер. Роталь сборной Швейцарии просто крошлавчик, топчик вообще. Но, к сожалению, выиграла Испания. Так что будем смотреть на нее. Ну, конечно, футбол был прикольный. Почему? Первое, это то, что, ну, поначалу мне было немножко скучно. Ну, первый тайм, сами понимаете. Потом во втором тайме пришли ребята, футбольные фанаты, и стали всех веселить. Веселить, ну, прям футбольно. Купили моего мужа, моему свеклу по пиву. Вот, да. Мне тоже вручили, но я не пила. Потом, конечно же, дополнительный тайм. Ну, а там финалити. И это сделало действительно очень крутую атмосферу. Футбол сразу стал веселее. Все сразу стало интересно все смотреть. Атмосфера была очень крутая. Большинство людей, судя по всему, было все-таки за Швейцарию. Но выиграла Испания. И по дополнительному тайму это уже было все-таки видно, что они были сильнее. Так что в целом футбол очень понравился. Это было мое первое евро. Надеюсь, не последнее. Так что вот так вот.